Очаков ТВ представляет Добрый вечер Здрасте О чем разговариваете? О войне в основном Ну давайте поговорим о войне А вы о чем? Ну об истории Да, о всем Понятно, вы из какого города? Я живу на Кавказе, Ставропольский край А вы? Я в Калифорнии А, даже так? Ну я так понимаю, в Калифорнию вы приехали из Украины? Нет, нет, я родился в России Ну знак Украина у вас стоит Ну я поставил через VPN просто Ну понятно Ну и что вы думаете об этой войне? Ну Много мыслей, вы знаете Если у вас есть конкретный вопрос, я вам отвечу А так Как можно однозначно ответить, что я думаю? Много чего думаю Ну хорошо Вы чью сторону принимаете тогда? Будет так Ну любой цивилизованный нормальный человек Принимает сторону Которая Противостоит агрессии Вот Россия агрессивно напала на Украину Соответственно, естественно Нормальные все люди принимают В этой войне сторону Конечно же Украины Которая защищает свои территории Ну неплохо, да, правильно А вы давно живете в Калифорнии? Да, давно уже, скоро 25 лет будет Ну вы тогда прекрасно знаете, что Соединенные Штаты напала на Ирак Вы тоже сторону Ирака принимали? Нет, нет, конечно А почему? Америка же агрессор? А есть большая разница Нет, Америка не агрессор Значит, агрессор это Это тот, кто нападает в корыстных целях С целью завоевания территорий Захвата территорий Окупации территорий Присоединение их к себе Назовите мне хоть одну территорию Которую Америка к себе присоединила А Россия, вот прикиньте, присоединяет Вот в чем разница А если вот просто выкачать нефть Тем более, подождите, я закончу ответ Нападение на Ирак было санкционировано ООН Чтобы вы знали Вы не слышали об этом? Вообще-то ООН, по-моему, не санкционирована Да А Югославия? Санкционирована ООН Давайте не скакать с темы на тему Сейчас я вам объясню про Югославию Вы скажете, Оливия А вот давайте еще там Нет, давайте одну тему разберем до конца Я вас макну туда А потом, когда вы вынырнете оттуда Перейдем на другую тему Если у вас появится желание снова макнуться носом в дерьмо Ну хорошо, давайте Ну вот давайте Вот давайте мы закончим с тем вопросом Какие Какие, если вы сравнили уже с Америкой Какие территории к себе присоединила Америка, давайте После Второй мировой войны Давайте берем период А какие-то острова в Тихом океане не присоединила? Америка? Нет, конечно Какие острова? Ну, те острова, на которых Обама родился, я уж не помню Какие острова? Какие острова в Тихом океане Америка присоединила? Вы знаете, что столько островов хотело бы стать очередным штатом Америки Но это очень сложный процесс Америка не так легко себе пускает Такие острова, чтобы стать частью Америки, понимаете? Поэтому тут с точностью до наоборот Америки не надо захватывать Страны просятся Острова там и так далее Территории просятся стать частью Америки А Америка выдвигает им определенные Если хотите, нужно выполнить такие-то, такие-то требования Как в Евросоюз, чтобы вступить Понимаете? Покажите, что вы там боретесь с коррупцией и так далее Так что все с точностью до наоборот А вы просто оккупируете чужие территории Как вы относитесь к тому, что ваша страна оккупирует Украину? Защищает свои геополитические интересы Ну, в нарушении... Да, так же, как и Соединенные Штаты В нарушении всех законов, правильно, международных? Ну, Израиль же может Ну, что же вы скачете? То Америка, то Израиль То есть, если кто-то делает плохо, вот по вашей логике То и вам тоже можно делать плохо и неправильно Правильно я вас понял? Ну, Америка, я считаю, делает неправильно И Россия тоже может, да А, в связи с тем, что кто-то делает неправильно Россия тоже имеет право То есть, вы признаете, что вы делаете что-то неправильно Уже это хорошо, вы знаете Уже это хорошо Ну, классно Как бы так, да Вот, не, вы знаете, мне нравятся люди с такой позиции, как вы То есть, вы откровенный имперец То есть, вы не стали Ну, вы, наверное, поняли, что просто бессмысленно выкручиваться Потому что я вас макну еще и не раз И вы сразу просто признали, что вы абсолютный такой имперский нацист Который просто поддерживает захваты чужих территорий Потому что это выгодно власти вашей стране Не вашей стране, а власти, путинской власти в вашей стране Вам выгодно, чтобы захватывали часть территории? Вот лично вам Как это на вас тразится? У вас повысился уровень благосостояния? Или собирается повыситься? Расскажите, пожалуйста Я не понял, про что я должен рассказывать, честно говоря Да, давайте, давайте Вы сконцентрируйтесь Я попытаюсь более детально объяснить, что я имел в виду Значит, вы сказали, что это выгодно Из геополитических интересов исходя А я сказал, что это выгодно вашей власти Не вам, не плебсу Вам вот лично А если вы считаете, что это вам выгодно Расскажите, я не закончил Я же не закончил вопрос Я его когда закончу, вы поймете Так вот, расскажите, пожалуйста Что именно вам, как рядовому гражданину Российской Федерации Какая вам лично выгода От того, что сейчас Россия захватывает украинские территории При этом падает ваш уровень жизни Растет у вас инфляция На вас наложены санкции Перспектив нет никаких Какая выгода лично вам? Я слушаю вас А лично мне Абсолютно никаких изменений не произошло В экономическом и моральном плане Лично для меня Если вы хотите Перефразировать свой вопрос Нет Я могу сказать Я хочу еще раз повторить его Потому что вы его так и не поняли Я спросил Какая выгода Лично вам? Для меня Никакой выгоды нет И не было Если нет выгоды для вас Для чего же вы поддерживаете тогда Этот фашизм в вашей стране? Да Я могу все-таки что-то сказать Или вы будете все время Не-не Ответьте на мой вопрос, конечно Говорите Лично я Поддерживаю То, что Людей Которые разговаривают на русском языке Наша страна защищает На тех территориях До которых зашла Я могу Развернуть Свой ответ Или нет? Нет-нет Я его понял Можете не разворачивать Я понял ваш ответ Вы защищаете людей Которые разговаривают на русском языке Значит Смотрите По статистике Как минимум треть А может быть и больше Вооруженных сил Украины сейчас Это люди Этнически русские Которые разговаривают на русском языке От кого вы их защищаете? Слушаю ваш ответ Которые воюют против вас Против вас агрессоров сейчас Слушаю ваш ответ Внимательно Мы защищаем жителей Тех территорий Которые проживают В Луганске Донецке В Крыму Там где еще Херсонская и Запорожская областях От кого? От кого защищаете? От нацистских Захватчиков Которые Узурпировали власть На Украине А кто является нацистским Захватчиком? Кто? Ну назовите фамилию Назовите фамилию Хоть одного Нацистского захватчика В Украине Давайте Давайте конкретно Говорим А не бла-бла-бла Давайте Вы знаете Вот вы Все время меня Перебиваете Я хочу что-то сказать Вы знаете Что сказал Ну мне как-то Неинтересно Вести диалог В таком плане Вы очень много Говорите Я внимательно слушаю ваш ответ Внимательно слушаю ваш ответ А мне вопрос какой-нибудь Можно задать? Да Ответьте на мой И потом зададите свой Назовите хоть одного Нацистского захватчика Которого вы пытаетесь Сейчас уничтожить В Украине Давайте Уничтожить? Мы уничтожаем Вообще в принципе Российская армия Уничтожает Украинскую армию Которая Возглавляет Министерство обороны То есть там сидят Нацистские захватчики В Министерстве обороны? Нет Там сидят нацисты Кто конкретно Фамилию Националисты Которые Нет подождите Нацизм и национализм Это огромная разница Вы путаете Хорошо Которые запрещают Великого Украинского Произведения Великого украинского Писателя Булгакова Который родился А почему запрещают это? Кто 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 конкретно Сидит в правительстве В армии? Кто нацист? Назовите Фамилию Конкретно Назовите Хоть одного Да все поголовно Да все поголовно Все руководство Все руководство Украинской страны Это нацисты Правильно? Нет Вооруженный сил Все руководство Вооруженных сил Это нацисты Правильно? Хорошо Пускай будет так В чем заключается Их нацизмом Они хотят создать Моногосударство 30% которых Русскоязычное Они заставляют Его говорить На русском языке Такой ответ Вас устраивает? Нет Конечно Вы врете Никто Никого не заставлял Говорить На каком-то языке Другом В Украине Каждый говорит На том языке На котором считает Нужно Вы давно Приехали из Украины? То что Государственным Сделали язык То что государственным Сделали язык Украинский Это вас бесит Но вы не понимаете Разницу Это не значит Что запретили Говорить на других языках Вы не понимаете Говорить не запретили Ну а что запретили Тогда Так я могу Все таки Какой-нибудь вопрос Нет а что запретили А вопрос Мне нельзя Нет подождите Говорить не запретили Давайте закончим И зададите Говорить не запретили Произведение Булгакова А что запретили А подождите Из-за того что В Украине запретили произведение Булгакова, из-за этого вы сейчас убиваете украинцев на их территории? Правильно я вас говорю? Нет, я никого не убиваю. Ваша страна убивает из-за этого украинцев? Нет. Они уничтожают вооруженные силы. А при чем здесь тогда Булгаков? Великий украинский писатель. Я вас попросил привести пример нацизма в Украине или назвать фамилией нацизма. Вы мне не дадите это так. Вы обделались. К сожалению, я... Задавайте вопрос. Да я не хочу вам задавать вопрос, потому что вы опять задедите мне свой. Вы просто обделались по полной программе. Да конечно, вы считаете, что вы великий и могучий. Все, давайте. Идите вслед за русским военным кораблем. Смысл с ним говорить. Он не может внятно ответить ни на один вопрос. Он начинает скакать. А вот Америка. А вот Югославия. А вот Ирак. Потом снова в Украину. А вот нацисты. А вот военные. А вот Булгаков. У человека просто извините, насрано в голове. И он сам в этой каште разобраться не может, естественно. ковыряться ему там не хочется. Неприятно ковыряться в дерьме. Я его понимаю. Но это его собственное дерьмо. А он не хочет. Не хочет в нем разбираться. Вот такой вот типичный у нас россиянец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова